Наш партнер интернет-магазин joyspec.ru. Широкий выбор автомобильных JDM аксессуаров и тюнинга в наличии. Доставка по всей России. Ссылка в описании. Всем привет! Очередной выпуск про олдскульные японки и у нас, разумеется, очередная редкая японская машина. Но про эту я даже мог бы сказать очень редко. Toyota Soarer еще и в первом поколении. Да, ребят, Soarer самого первого поколения, 1982 год. Елки-палки, ну где вы еще такие машины увидите? Еще один миллион, блин, одних и тех же морковников или там Левин на 5А. Кто тут у нас настоящий, настоящий JDM-щик? Ладно, в общем, Soarer первого самого поколения. Да, кузов Z10, так его обычно называют. Вообще, надо сказать, вот в то время, когда он появился, у японцев был такой небольшой кризис, так скажем, с люксовыми купешечками. Потому что если в то время ты богатый и у тебя много денег, и ты хочешь купить такую люксовую машину, то на европейские тебе в то время не нужно было даже заглядываться, потому что они были дороговаты и не укладывались в японские вот эти нормы, так скажем, что по размеру, там, что по мощности и так далее. Вот. И у тебя был выбор Crown, да Cedric, там, ну, Mazda, Lucy. Ну, и все. А уж про купе говорить нечего. И вот в 80-м году был представлен прототип. Тогда он, сперва, назвался Toyota X8. Вот. Был представлен Soarer. Все даже сперва восприняли, как это, ах, это как это, как это. Но, как только он пошел в серию в 81-м году, все сразу другие производители кинулись, кинулись тоже, как бы, что-то сделать в ответ. Прямо вот очень успех имела вот машина. Но я, я, как бы, хочу сказать так. Если купешки, вообще, в принципе, у японцев в те годы были, та же Celica XX, кстати говоря, Soarer в этом поколении делит очень многие, так скажем, элементы свои конструктивные с этой Celica. Но суть в том, что если были, как бы, другие купешки, они были такого, как бы, ну, спортивная машина, да, ну, так скажем, то вот именно Soarer начал такую эпоху своего рода, когда купе было большое, шестицилиндровым мотором, мощное, тяжелое, такое, прямо люксовое. Мы вот еще, когда залезем в салон, вы поймете, о чем я говорю, когда, когда я имею в виду люксовое, да. Тот, кто смотрел, вот, недавнее видео про Corona на V8, там в конце, да, кстати, тот, кто смотрит мои видео от начала до конца, тот таким образом ставит лайк, как известно. Так что, ребят, смотрим видео полностью. Так вот, в конце я там показывал эту машину, закрытую тентиком, и спрашивал, что же это за машина, да, по колесам можно было догадаться, и многие, кстати, догадались в комментариях, что во Вконтакте, что в Драйве много где народ догадался. Да, это Soarer, и это его родные колеса. Да, вот, кстати, заметьте, в то время 14 всего лишь колеса были, да, вот, как-то не модно было делать низкопрофильную резину и большие диски, вот, как-то не модно было даже, несмотря на то, что вроде как люксовый автомобиль. Любили мягко кататься, то есть толстую резину и маленькое колесо, но зато действительно мягко. Эта машина просто вот для тех, кто минусует переделанные короны, да, потому что она вся в родном состоянии, и она в родном состоянии останется, только будет приведена в порядок, да. В родном цвете все, грубо говоря, в родном состоянии. Я думаю, в России их по пальцам пересчитать, наверное, которые сохранились в таком вот замечательном состоянии. Да, конечно, есть какие-то косяки, ну, вот, как бы, местами. Но это не критично в любом случае. Еще, я думаю, следует учесть, что производилась модель всего 4 года, ну, примерно, вот, я могу сказать так. Леопард и Сорер – это вот действительно редкие машины, только не только из-за того, что они вот какие-то прямо особенные, а просто из-за того, что их особо много не производили. Хотя покупались они очень даже неплохо. Да и посудите сами, ну, какая же это будет тогда люксовость и элитарность, если этих машин будет ширпотребно много? Нет, их надо выпускать, так скажем, достаточно ограниченно. По некоторой информации, вот, дорестайлинговый вариант вообще изготавливался чуть ли не под заказ. Кстати говоря, я думаю, чем, вот, именно, вот, дорестайлинговый вариант, да и вообще, вот, первое поколение, чем оно приятнее, чем следующее, второе, ну, и уж тем более третье, тем, что, вот, в те годы, да, любили делать много таких, всяких деталей во внешности. То есть, есть на чем, на чем глазу остановиться. Современную машину смотришь, она просто бульк, бульк и все, просто какая-то такая. А здесь, вот, вся она состоит из деталей, решеточки, хром, вот, все из деталей. И вот это, именно вот это и придает, вот, особенность, вот, внешности. Вот, в те годы, действительно, каждая машина была индивидуальна. Напомню, у Toyota уже с давних времен была манера для каждой своей модели, ну, а уж тем более для таких знаковых, выдумывает свою отдельную эмблемку. То есть, где-то, допустим, будет эмблема Toyota просто обычная, но она на Су или там еще где-нибудь будет именно какая-то своя индивидуальная эмблемка. В случае с ОРРом это Грифон. По задней части, кстати, тоже можно понять, ну, примерно в какие года была произведена именно вот эта машина. Но нам это, как бы, не сильно важно. Да, рестайлинг отображался там вот в разной форме немножко задних фонарей, решетки радиаторной. А здесь куда важнее то, что у нас вот этот шильдик. Вот, что у нас самое важное. 2.8 означает то, что у нас далеко не минимальная комплектация. Вообще, первое поколение оснащалось четырьмя видами двигателей. Но все они были рядными шестерками, да, как бы то ни было. Значит, у нас могли быть либо 1G, там 1G, GU и все такое, но это нам не сильно важно. Нам важно то, что началась использоваться серия М. И, кстати говоря, турбовая версия СОРРа была далеко не самой мощной. Нет, турбовым был МТУ. Такой же, как и в Краунах, кстати говоря, тех же годов. Между прочим, если уж говорить вообще о Краунах, СОРР, по сути, заменил версию купе у Крауна. Да, была там такая версия, ну, не знаю, по-моему, СОРР в любом случае удачнее. Ну, так вот, МТУ турбовенький. Он был всего лишь 140 лошадиных сил и был далеко не, так скажем, не самый мощный. Вообще, кстати говоря, о мощности в те годы как-то не сильно было принято говорить. Самый мощный 6М в этом поколении достигал 190 лошадиных сил. Ну, е-мое, ну, как бы вообще по нынешним временам очень даже скромно. То есть, мой четырехцилиндровый мотор, 3S GE, да, выдает ту же мощность, по сути, с четырех цилиндров и все такое. Ну, ладно, как бы не суть. А тот двигатель, который в этой машине, 2.8, это 5MGU. Да, вот именно вот этот ямаховский мотор, вот именно эту комплектацию, я рад, что вот именно она у нас оказалась на съемках. Вот не знаю почему. Почему-то трехлитровый, мне кажется, уже немножко избыточным. Слабенькие, двухлитровые, мне кажется, какими-то несоответствующими образу. А вот этот вот как-то золотая середина, вот как-то так. Он 175 лошадиных сил. И вот я, честно говоря, думаю, что если бы он не был шестицилиндровым и не выдавал почти 240 Ньютон-метров момента, ну, наверное, бы Суарер вообще никак не ехал. Ну, прям вообще. Я не знаю, как он ехал на 1G, но совсем, наверное, грустно. Ну, в принципе, как ехал? Он весит тонну 300. Вот в этом поколении Суарер весит тонну 300, да? Мы снимали тогда Корону Марк 2, 1G, GU, как и вот в этом поколении Суареров. И он ехал, да, как бы, ну, едет, да едет обычно. Ну, а как еще он должен ехать? Вполне достойно. То есть, звезд неба не хватает, но и нормально. Ну, несмотря на, типа, имеющуюся мощность, машина едет примерно секунд 13 до сотни. Замерять даже не стали, так, по ощущениям. Ну, а что вы хотели? Автомат этих годов довольно медленный, несмотря на то, что четырехступенчатый, ну, и с овердрайвом. Ну, может, с коробкой механика было бы поинтереснее на ходу, но механика, по идее, в Суарере не в тему. Ну, а это все нормально. На такой машине никто не устраивал и не устраивает гонки. Хотите гонок, вы купите уже очередной морковник и напичкайте его там, вы не самое, не балуйся. Морковок все равно полным-полно. А с ОРР машина не обывательская. Ценно уже то, что спустя столько лет в машине мотор все еще тот, что поставили с завода. Ну, раз уж я заговорил про двигатель, да, значит, самое время открыть. Полутораметровый капотину тяжеленную. Бля, что за накричь, я туплю где-то какую-то... Вот. Да, здоровый мотор, что и говорить. Он, как известно, все хорошие моторы у Тойоты, они из-под пера конструкторов Ямахи. Кстати говоря, еще, опять же, видим меточки такие небольшие о том, что все-таки автомобиль не ширпотребный. Утеплен штатно капот, не на палочке, на какой-то кочерге, а на амортизаторах. Ну, это как бы так, ну, мимолетно. У нас ни в коем случае не карбюратор. Вспомните, да, более, ну, ниже класса машинки, конечно, ходили с карбюраторными моторчиками. Здесь все-таки уже инжекторный мотор. Двухвальный плюс. И самое-то приятное, что мне нравится. 82-й год. И у нас есть гидроусилитель. Вспомните видео про Карину 84-го года. Там гидрача не было и быть не могло. Здесь имеется. Ну, а как же, это же все-таки не обычо, это СОРР. Отметить хочу, кстати говоря, что сохранен еще до сих пор родной старый такой жирный радиатор. На самом деле у меня в Камре тоже был спюра такой же радиатор. И я что-то не особо помню, что он уж прям такой вот вообще замечательный. Хотя мне нравилось то, что вот эти части металлические, а не пластмассовые. То есть мне казалось, что он как-то понадежнее был. Но в итоге он все равно протек, правда. Ну, суть в том, что у нас родной. Родной моторчик. Кстати, ребят, вот поближе вам покажу. Я думаю... Вот, смотрите, сейчас я откручу. Вот. Узнаете значок? Часто-часто во всяких... На наклейках там везде. Пишите в комментариях, кто знает, что она означает. Ну, если совсем не напишите, я в другом, в следующем видео по какой-нибудь такой же старенькой машине расскажу. По-моему, очень тихо работает, правда? Я вот хочу сказать, что мотор не цепной, мотор ременной. И вот это, мне кажется, придало ему еще... Это вот еще один из факторов, благодаря которому он стал тихеньким, комфортным. Елки-палки. Хороший мотор. Че ей говорить. Я вообще, кстати, люблю вот олтскульные, трамблерные такие суровые движочки. А этот даже еще выглядит красиво с такими крышечками. Никаких дурацких вот этих пластмассовых нашлепок, как вот сейчас модно. Мотор во всей своей красе. Хотя, конечно, вот эта манера целой кучи вакуумных трубочек, вот этого всего. Просто целую кучу всего. Эта вот манера была в те года, да. Ну а как тут? Как без них-то? Без клапаночков и вакуумных этих трубочек. Ой. На некоторые комплектации устанавливались регулируемые стойки ТЭМС. Но мне однозначно кажется, что служили они скорее комфорту, чем управляемости. Да и Макферсон же. Ну, многорычажек в СОРРах первых, конечно, не было. Зато ЛСД-редуктор и АБС без проблем. Ну все, самое мое любимое. Лезем в салон. Тяжеленные, огромные дверищи. Ребят, вот дверь. Ёлки-палки. Вот они какие, а? СОРР, бляха-муха. Ладно, залезаем внутрь. Опа. Ё-моё, вот машина заведена, мне вообще не слышно ничего. Ну, мы ее, пожалуй, заглушенная. Итак, ребят, я вам сейчас тут все расскажу. Во-первых, обратите внимание, руль. Это вам не какая-то там фигня с кнопочками, что-то такое. Не. Вы посмотрите, у него даже вот эта эмблема грифона, она здесь. Ну, как бы она везде присутствует. Вот, вообще, вот руль ничем не обтянут, да. Он, к сожалению, он пластиковый, но... Вот он такой приятный на ощупь. Хотя, конечно, танковат, но в те времена так это было, как бы, принято. Ну, он такой клевый вообще. Вот такой руль точно менять на какой-то другой, там, на какой-нибудь, на артик, кощунство. Нет, он угарный. В общем, электронные приборочки, они все были примерно стандартненькие. У Тойоты были в те времена. Вот это еще разлинованные вот эти клеточки. Ну, да, они немножко были все похожи, но они, в любом случае, клевенькие. Тахометр вот этот, полоска, мне очень нравится. Вот, я не знаю, я видел там в комментариях, кто-то писал, и что это видно на этой полоске? Блин, а нахер он вообще нужен на автоматной машине этот тахометр? Это просто как интересная фишка. Вот, видно, что холостые у нас чуть там где-то вот, что у нас получается? Холостые где-то 800, нет, ну, или 700, что-то такое. Да и черт с ним, какая разница? Зато красиво, угарно. Но это я вообще, это я только начал. Тут, на самом деле, интересных моментов достаточно. И я думаю, ребят, вот вы сейчас охренеете, серьезно. Готовы охреневать? Напоминаю, 82-й год машине. 82-й. У нас сенсорное управление кондиционером, всей этой поддулочкой, всей климат-контролем. Ёлки! 82-й год, угарно. И есть маленький бортовой компьютер. Я, честно говоря, такого еще не видел. Вот в таких годах машины я еще такого не видел. Он такой вот, смотрите, он такой старинненький, комдовенький, с зелененькими циферками. Такое вот, все, тут часики, тут у нас пробег, тут расход, там, ёлки. И оно такое, как калькулятор такой, знаете, с зелененькими такими буковками, циферками. Ну, это прикольно! Ё-моё! Блин, я вам так скажу. За эту машину сейчас, так скажем, ценители легко отдадут, ну, я думаю, может быть, даже под полмиллиона. Даже вот в таком состоянии. Только и за счет того, что она действительно редкая. Практически коллекционный экземплят. Очень вся сохранившаяся, с родным двигателем, там, и все такое. Потому что сейчас... Да что, колхозников мало, ё-моё! Ну, вот это как раз та самая машина, вот, про которую писал, как пользователь Владивосток, комментарий, что, типа, культовые модели, все. Ну, вот, пожалуйста, дорогой, вот, вот та самая модель культовая, которую никто переделывать не собирается, разумеется. Потому что, ё-моё! В палатомер и весов образец японских автомобилей 80-х. Да, расцвета, можно сказать, начало расцвета их автомобильной вот этой всей культуры. Я думаю, пройдут еще несколько лет, и уже японцы начнут в России покупать эти машины. Мы их, наверное, даже лучше сохраним. Ну и, разумеется, вот эти классические японские диваны, велюровые, мягкие, уютные, такие родненькие диванчики со складочками. Ой, ё-моё! Ну, почему, ну, почему сейчас надо делать все так скучно? Без, без, вот, деталей и нюансов, а? Ай, все-таки раньше более творческие люди подходили, вот, к созданию. Каждая машина подобного плана, она как какое-то произведение искусства, что ли, инженерного такого. Ну, вот, а сейчас более практичный, конечно, подход, да, утилитарный, чтобы запчасти там были, там, проще, как-то дешевле, там. Да и смысл их делать такими, чтобы вот, если металлическая вставочка, вот, как вот здесь, вот, чтобы она была металлическая, смысл, типа, так это делать, если машина три года, как бы, ездит, и потом ее, типа, положено сдавать на свалт. Так что, все, как бы, понятно. Ох уж эти диваны, а, елки-палки. Но я еще не залез назад. В леопарде у Димы назад можно залезть, практически не откидывая сиденья, да, вот, ну, то есть, если средний человек сидит, можно просочиться туда-назад легко. Сейчас посмотрим, как здесь, и еще я хочу сказать так, вот, мне визуально, как бы, кажется, что все-таки здесь маленько потеснее, чем в леопарде. Но, опять же, леопард-то у Димы, он второго поколения, а этот, условно, все-таки первого. Ну, ладно, посмотрим. И, кстати говоря, вот, раз уж я вылезаю, обратите внимание на такие вот оригинальные ручечки, открытие, запиратель, открытие дверей, такие вот металлические, вот так вот открываются, тоже, ну, как бы, в других моделях такое не встречается. И вот такая вот ручка закрытия тоже не пластмасс какая-то, а вот именно такая вот. Ну, блин, классно сделано, вот я говорю, вот именно как-то с творческим подходом, что ли. Ну, ладно, сейчас попробуем залезть назад. Да, ну что ж, очевидно, что без отодвигания кресла в Суарер все-таки назад не сядешь. Но зато к пассажирам проявлено, видимо, как бы, типа уважение со стороны дизайнеров. Подлокотники такие мягкие, сиденья удобные. И продумана возможность даже рычажками отодвинуть переднее кресло самому и открыть себе самому дверь второй ручкой. Вот ты сидишь сзади и открываешь. Сзади, к слову, стоит обратить внимание вот на такую декоративную решеточку. Они практически всегда уже утрачены на таких машинах, а вот здесь они есть. А ретро, как вы помните, именно с охранностью ценно. У переднего сиденья достаточно регулировок. Ну, даже вот поясничная поддержка есть. Водительское кресло именно кресло, а не просто сиденье. В максимуме сиденья могли быть кожаными. Но велюр все-таки куда фэншуни? Но это мое твердое мнение. Ну, хоть как бы Суарер в первом поколении не самая огромная машина, но багажничек у него есть. Я думаю, неплохо будет в него заглянуть. Да, багажник у нас по типу ванны. Тоже как вот любили делать в те годы. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть... У нас здесь есть, я смотрю... Ох, какая ценная и редкая вещь. Да это же ветровички. Родные ветровички. Ну, видимо, потом они будут снова. Вот еще, обращая внимание, не дрянная какая-то дурацкая пластмасска, как сейчас делают металлические. Металлические. Металлические ветровички. Чтобы смотрелось. То есть не только утилитарную функцию выполняло, но чтобы еще и смотрелось. Блестело. Было красиво. Сильно модно молодежно. Да, багажник не сильно большой. Не сказать, что прям какой-то такой. Зато мне нравится, что здесь есть доступ к стоечкам. Они такие, кстати, закрыты такими конусочками. Вот так вот пипочки прикрыты. Ну, меня радует, что обшивка здесь и присутствует родная. Ну, маленько все подразобрано. Но это... Ну, это как бы временно. Напомню, машина переделаться никак особо не будет. Ну, и в заключение, скажем так. Суарер – это знаковая и выдающаяся модель. Чистокровный JDM. На экспорт Суарер первого поколения не выпускался. Автомобиль очень продуманный и в свое время достаточно новаторский. И редкий на дорогах даже в Японии 80-х. Название Суарер – парящий. Я лично понимаю так. По времена, когда консервативные сплошь седаны продавались для таких же консервативных любителей этих самых седанов, Toyota сумела воспарить над ними, убедить этих покупателей, что и купе может быть серьезной величественной машиной. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делайте репосты в соцсети. Все ссылки в описании туда. Кстати, всегда заглядывайте, да. А я вам буду и дальше снимать редкие японские машины. Всем пока! Че за нахер вечно я туплю? Где это хуйня? Субтитры сделал DimaTorzok